Использование 3D очков не в кинотеатре за просмотром фильма, а при проведении сложных операций. Кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пенза оперируют молодую пациентку. У нее метральная недостаточность – это вид приобретенного порока сердца, нарушение функции метрального клапана. Кардиохирурги из Пензы проводят мастер-класс для врачей КФУ по выполнению операции с помощью способа миниторакотомии. Это новый вид операции, который с недавнего времени начал проводиться в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии города Пенза. Данный метод позволяет выполнять операцию при помощи небольшого разреза длиной всего 4 см. В грудную клетку заводится 3D-видеокамера и оперативное вмешательство выполняется при помощи 3D-монитора и в 3D-очках. Через маленький разрез под правой молочной железой используем в виде эндоскопической стойки с функцией 3D. Функция 3D позволяет визуализировать клапан во всех деталях, увидеть все причины недостаточности клапана и патологии и выполнить качество пластико-метрального клапана. Имеется ряд плюсов при применении такого метода. После операционной период будет проходить намного легче. Пациенты смогут заниматься физической активностью уже через одну или две недели после выписки. У них не будет ограничений в подъеме тяжести. Данный способ может применяться при ряде операций. Это оборудование может применяться при патологии метрального клапана изолированной и при изолированном коронарном шунтировании передней межелучковой артерии. При использовании данного оборудования возможно выделять внутреннюю грудную артерию, которая будет использоваться в качестве шунта. До этого лечения такой патологии можно было проводить двумя способами. Первый – это стандартная стернотомия, то есть хирургический разрез делается длиной от шеи до живота. Это полное рассечение грудины продольной. Безусловно, это приводит к сильному болевому синдрому после операции. Ну и обуславливает еще риск развития ряда осложнений. Есть еще один способ, который применяется врачами при подобных операциях в университетской клинике КФУ. Это методика ТАВИ – транскатетерная имплантация аортального клапана. Она выполняется доступом через сосуды на бедре, на ноге, выполняется под рентгеновским контролем и не сопровождается скрытием грудной клетки. Не всегда есть возможность установить транскатетер на протез этого клапана. Поэтому, к сожалению, открытые методики пока от них мы избавиться не можем, они остаются. Но минимизировать операционную травму за счет мини-доступа мы можем. Методика ТАВИ является достаточно дорогостоящей. После аппровации способа мини-торакотомии с применением 3D-технологий планируется, что в университетской клинике КФУ будут проводиться операции подобным способом. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюс.